В этом ролике мы расскажем, где мы познакомились с моей супругой, почему женить бы является вторым жизненно важным вопросом и где найти себе спутника жизни. На нашем канале Хозяйство Устиновых мы начинаем новую рубрику «Вы об этом спрашивали». Вы задаете нам вопрос, мы отвечаем. Ставьте нашему видео «Нравится», подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Мир всем нам задали вопрос, как мы познакомились, как я познакомился с моей супругой или она со мной. Значит, мы на него отвечаем. Но попутно хотели еще два вопроса сразу зацепить, они как бы тоже очень связанные. Давайте начнем с того, что почему женить бы является вторым жизненно важным вопросом. Потому что тот, кого ты выберешь в этой жизни, будь то муж или жена, они очень грандиозно повлияют на дальнейшую твою жизнь. Значит, если человек, если верующий человек, соответственно, он должен искать себе верующую жену будущую или верующего мужа. Почему? Потому что в книге Библии, значит, третья книга царств, 11 глава, 2 стих, написано следующее. У Давыда царя был сын Соломон, и он себе набрал очень много чужестранных, чужеземных женщин, жены. Вот, Бог им запретил этого делать, израильтянам. Почему? Потому что тут написано, значит, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. Тогда были идолы, а сегодня идолы это всякие страсти и похоти человеческие. Соответственно, если человек верующий, он тебя будет тянуть в сторону веры. Если наоборот неверующий, он тебя будет тянуть в обратную сторону. Поэтому, где искать спутника жизни? Это второй вопрос, который истекает уже отсюда. Во-первых, чтобы его искать, в первую очередь ты должен искать Бога. В каждом вопросе должен быть богоцентризм. То есть мы в первую очередь ищем Бога, молимся, просим Его, и Бог нам уже помогает, посылает нам нужного спутника жизни. Соответственно, если ты верующий, ты ищешь в своем обществе, то есть в обществе верующих людей. Как написано тоже в Библии, что птицы слетаются подобным себе. Вот эти, пожалуй, основные такие главные вопросы. Ну и мы переступаем к третьему вопросу, где мы познакомились с нашей супругой. Ну история наша такая. Я когда уходил в армию, у нас в церкви была молодежь, парни, девушки, значит, мне очень много писали писем. И парни, и девушки, прямо у солдатов у всех была зависть. Там по три, по пять писем, ну чуть ли не за день, конечно, но в общем было. И очень важный совет от моей мамы, она говорит, никогда ни с кем за это время, пока ты служишь, ну как бы не развивай эмоции. Ну ни с кем в плане, что девушек. Ты там, девушка здесь, то есть придешь и потом уже начнешь уже как бы дружить, пока просто пиши ровно, так скажем. Поэтому я писал такие не эмоциональные письма, спокойные. То есть мы общались братско-сестринскими отношениями. Вот эти вот очень важно, нужно запомнить, да, что человек когда дружит, то есть он может общаться только братско-сестринскими отношениями. Дальше я пришел после армии, слава богу, занялся работой, как-то жизнь свою там налаживал. И однажды мы стояли в храме, была субботняя служба или воскресная с братом, с младшим. Подходит одна местная бабушка, Агафья Зиновна, значит, и говорит брату моему, говорит, ты, говорит, обрати, там на левой стороне стоит девушка. Ну, я у брата спросил, он говорит, потом расскажу. И вот он после службы мне рассказывает. А я эту девушку видел, собственно, до этого. Но она сказала брату, ну, а брат вроде как только пришел тоже после армии. Вот, у меня-то уже два года было, и вроде как я уже собирался жениться, вот, искал. Ну, и я решил, собственно, обратить внимание на нее. И дальше, как было все на самом деле, расскажет Ангелина. Ну, в общем, до того, как мы уже стали прям общаться с Алексеем, мы виделись так или иначе. То есть, первый раз я увидела его на трапезе, на трапезе у нас в храме. Был какой-то праздник, я видела, он общается с сестрой своей двоюродной, что-то они шутят там, ну, так вот. То есть, я увидела, что есть у нас такой вот Алексей. Вот. А потом однажды был вечер, наверное, воскресенье. Я ехала в храм и увидела Алексея, а он меня увидел в автобусе. Мы с ним поздоровались, поздоровались с праздником друг друга и пошли вместе в храм. Там идти недалеко, но вот, в общем, мы сидели, общались, шли, общались, и было весело. В общем, было так радостно на душе, был праздник, и как-то было приятно с ним общаться. Вот. Потом мы вышли из храма, и он проводил тоже меня и бабушек там на остановку. В общем, было так приятно иметь с ним общение. Вообще, мне было тогда 18 лет, то есть, как-то серьезно ко мне никто не предлагал дружить, то есть, замуж не предлагал, и вот он был в нашем храме первый, с кем я начала такое общение. И я настроилась так, что вот он мне понравился, и по характеру, что он такой, как бы, веселый, легкий. Вот. Я хотел сказать, наоборот, первый серьезный человек. Первый серьезный. Он был серьезный, он ходил в рубашке, в брюках тогда. То есть, я обратила внимание, он был не такой, как мои одногруппники, с которыми я училась. То есть, они там такие шалопоны были, в футболках ходили всегда, а он был в рубашке, он был такой интеллигентный. То есть, это тоже, ну, как мне понравилось. Дальше. У меня был духовный отец мой первый, который меня крестил. И, понятно, я ему делилась со своими проблемами, то, что хочется дружить как-то замуж, вот он всегда переживал за меня. И тут я на исповеди как-то сказала, что я начала общаться с Алексеем. Он так сказал, ой, слава богу, он так обрадовался, что он знал, что Алексей после армии уже, ну, какое-то время, там, неудачи, неудачи были на этом фронте, на любовном, да. Что ему надо жениться, и что мне надо замуж. Вот он так обрадовался, и он сразу благословил. Говорит, всё, это хороший человек, ты не пожалеешь. Вот даже так сказал, хотя это очень серьёзное заявление, что я не пожалею. Вот я стараюсь не жалеть, и как-то, слава богу, нормально всё. Ну, у меня даже епископ благословил. Вот, когда я пришёл, тоже, да, там, ну, какое-то время прошло, потом даже пришлось обратиться с этим вопросом к епископу, и он говорит, да, конечно, я тебя благословляю, давай. Ты, говорит, после армии пришёл уже, как, готов к этому делу, вперёд. Вот, ну, тут ты всё рассказала. Ну, в общем, мои родители были не против Алексея, но они боялись, что я не доучусь, что я, ну, там, естественно, забеременею. Ну, слава богу, как-то всё у нас нормально срослось. Всё равно мы наметили свадьбу, когда я ещё училась на четвёртом курсе. Ну, в общем, но было не без испытаний. То есть были определённые испытания вот в этом нашем деле. Ну, вообще, любое дело, вот говорят, благое дело, если оно не терпит испытания, значит, это вроде как и не благое. На самом деле это не так, потому что, ну, на всё воля Божия бывает благое дело, и ты сделаешь его без всяких испытаний, то есть очень нормально всё. То есть Господь просто посылает, ну, кому-то испытания даёт Он, почему? Потому что оно нужно для Него, кому-то не даёт. Но в нашем деле, в этом хорошем деле, в Женитьбе, значит, тоже у нас были испытания, да, которые, ну, могли закончиться тем, что у нас могло бы ничего не получиться. Они как бы связаны там, ну, по внешним обстоятельствам, так скажем. Но, слава Богу, мы их с Божьей помощью преодолели. Как мы их преодолели? Мы договорились, значит, с ней, что мы будем молиться. Вот, молиться не просто там, а вот, говорят, молитва ночная очень сильная. Вот, мы договорились там, встаём в 2.30, да, по-моему, в 2.30. Вот, у нас была определённая молитва. То есть я у себя дома, она у себя, и мы молились. И вот всё время, когда вот у нас возникли вот эти серьёзные преграды, то есть мы для чего это говорим? Это как, ну, мы делимся опытом для того, чтобы те, кто задумал жениться, выйти замуж, и вдруг у них возникнут тоже такие испытания, вот, а скорее всего, ну, как обычно, бывает что-то на этом пути, то не надо бояться, отчаиваться, молитесь. Сила молитвы – это очень сильная штука. Вот, и с Божьей помощью у нас всё получилось, слава Богу. Наступило время, значит, там, 24 января какого-то года, 10-го года, мы, слава Богу, обвенчались в нашем храме старобряческом. Всё, ну, и, собственно, уже сколько, 11 лет прожили, нажили четверо ребятишек, слава Богу, живём теперь здесь. Ну, что ты ещё добавишь? Ну, в общем, потом, дальше, когда мы 5 лет в городе прожили, мы уже родили первенца нашего, и мы поняли, что нам в городе не очень комфортно с детьми. И многие удивляются, как я согласилась переехать в деревню. Ну, в общем, тут было много факторов. Я была не очень избалована в детстве, потом, ну, я была христианка, верующая, то есть, естественно, пыталась идти за мужем, даже когда, может быть, и было тяжело. Но и я хотела сюда переехать. То есть, главный-то вопрос, как ты с ней познакомился, что она согласилась переехать сюда. Ну, да, почему? Вот она продолжает, собственно. То есть, здесь главное единодушие во всем, потому что многих людей знаю, которые говорят, там, и переехали бы, да, там, жена не хочет, например. Ну, переехали бы из города в деревню, да, тут вроде, из шума, там, потише, где. Ну, тут, слава богу, у нас было полное единомыслие, и до сих пор как бы остается в этих вопросах. Вот. Ну, все, наверное. Да, теперь все. Все, да. Благодарим всех за внимание и вопросы. Пишите комментарии, ставьте «Нравится», подписывайтесь на наш канал, и задавайте вопросы, будем развивать нашу рубрику, отвечать на эти вопросы на ваши. Ну, все. Всего доброго. До новых встреч. Всего доброго. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях, и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.